Дмитрий Пономарев 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 работа будет проводиться, не останавливая данного коллектора. Есть такой метод, называется метод санации, то есть труба в трубе. В данный коллектор, в бетонную трубу, заводится пластиковая труба и таким образом проблемы решаются. Чем выгонен данный метод, надо понимать, то что основная масса элементов благоустройства, потому что коллектор в воздухе не висит, соответственно, на нем уже построена, детские игровые площадки, дороги и так далее. Абсолютно верно, она не будет затронута. То есть жители в данном случае, жители нашего города не почувствуют каких-то неудобств. А пропускная способность этой трубы новой пластиковой, она не увеличится? Даже увеличится, потому что стенки пластиковой трубы, они гладкие, то есть более гладкие, нежели бетон. Соответственно, пропускная способность любой пластиковой трубы увеличена. Многие об этом тоже знают, не знают, догадываются, скорее всего, потому что многие меняли трубы в квартирах на пластиковые вместо металлических и давление вырастает. В принципе, тот же самый принцип. А какой примерно участок планируется санировать таким вот образом с помощью этой новой пластиковой трубы? Вот как раз от 64-го корпуса до территории аграрного сетерта, там порядка 320 метров. Сразу говорю, что цена вопроса значительно, порядка 20 миллионов рублей. И срок работ примерно, начиная, скажем так, от каких-то, возможно, проектировочных моментов, заканчивая уже непосредственно... Они уже начались. Сейчас основной идет подготовительный процесс, так называемый. С 5-го числа, с 5-го августа они начаты. И до 5-го ноября мы планируем закончить. До 5-го ноября? До 5-го ноября работа будет закончена. То есть вы как сказали, что это не открытый способ, поскольку вся инфраструктура, которая есть уже, скажем так, на земле, она вообще никаким образом не будет затронута, не будет ни огороженных участков каких-то, где будет производиться вся инфраструктура. Огороженные участки, естественно, будут, поскольку необходимо будет заводить эту трубу, но основная масса элементов благоустройства, дороги и так далее, они затронуты не будут. Пешеходные переходы, тротуары и так далее, я вас понял. Есть ли у нас еще на сегодняшний день такого же рода проблемные участки, когда, если еще не начались работы над ними, когда планируется заниматься всеми остальными проблемными моментами? Потому что 50 лет – это действительно достаточно солидный срок, и насколько я понимаю, с учетом сегодняшних современных технологий, конечно, бетонные канализационные системы никаким образом не соответствуют сегодняшним реалиям. К тому же прирастает количество жителей. Каждый день, каждый месяц появляется там уже в геометрической прогрессии растет количество горожан, и, соответственно, это налагает дополнительные нагрузки на канализационную всю систему. Конечно, вы абсолютно правы, но сказать о том, что мы ограничимся только этим коллектором, участком коллектора, это, естественно, неправильно. Сейчас в настоящее время ведутся работы по улице Вознецова, это Карасунский округ, замена коллектора. Водоканал у нас, Краснодар-водоканал, как основной держатель системы канализации по городу Краснодара активно очень работают, в том числе и на замену. Опять же, в данной организации есть инвест-программа, в рамках этой инвест-программы они производят работы. То есть, работ действительно много. Говорить о том, что мы сидим и все смотрим, когда это рухнет, ну нельзя. Ну, естественно. Естественно, да. Поэтому оно все идет в плановом порядке, стараемся планировать. Ну, естественно, опять же, понимая, что не всегда даже средства диагностики могут показать наличие проблем, возникают аварийные ситуации. Не будем этого скрывать, они действительно есть. Но стараемся устранять как можно быстрее. А какого рода аварийные ситуации? Это именно обрушение, да, когда просто провал образуется? Есть обрушение, да. Есть обрушение. Бывает, что, ну, давайте говорить честно, проезжая тяжелой техникой, не совсем сознательные граждане, зачастую это частники, проезжая тяжелой техникой по дороге, для того не предназначенные, водители зачастую не понимают, что таким образом они фактически раздавливают коммуникации, в том числе и коллекторы. А на какой глубине вообще, если говорить о всей этой системе, какая минимальная и максимальная глубина, на которой расположены, так скажем, подземные красноданы? Ну, надо понимать одно, что коммуникации разные. Есть, соответственно, разные требования прокладки данных коммуникации. Ну, минимальные подземные коммуникации, это у нас водопровод, к примеру, да, глубина заложения порядка 0,7 метра, то есть 70 сантиметров. Кабельные линии немножко могут выше лежать. Канализационный коллектор, опять же, система канализационных коллекторов, они построены по принципу свободного движения, ну, будем называть так, воды, да, то есть должен быть уклон. Опять же, многие люди, жители знают, что есть определенные уклоны, канализация даже в квартире, да? Ну да, да, все правильно, чтобы все уходило самотеку. Ну, в принципе, тот же самый, да, то есть есть насосные станции, то есть от насосных станций до следующих насосных станций перекачивающих, есть определенный уклон. Соответственно, канализационный коллектор может начинаться, грубо говоря, да, от метра глубиной и заканчиваться до пяти. Есть у нас ряд коллекторов до восьми метров глубиной. Поэтому вот разное может быть. В черте города Краснодара. В черте города, да. Напоследок еще вот такой вопрос хотел задать. Вы ответили, что не будет никак, скажем так, заметным образом отражаться работы на инфраструктуре. Ну вот хотелось бы еще поинтересоваться, уж коль скоро вы сказали, что это действительно агрессивная среда, агрессивные газы, не повлияет ли это как-то на окружающую экологическую нашу систему? Нет, не повлияет. Работа именно таким образом будет производиться, что, еще раз повторюсь, не побоюсь, люди не должны почувствовать никаких либо неудобств. Понятно. И какое примерно количество сотрудников планируется в общем объеме направить на эту работу, конкретно касающуюся этого коллектора, с которым мы с вами начали? Я понял. Ну, опять же, давайте говорить так. Есть определенные виды работы, где не нужно и не требуется большого количества людей. То есть работа эта плановая. То есть сегодня может работать на определенном виде работы 5 человек. Через 2 часа там бригада дополнительно стоит, выполняя свою работу, а просто стоять толкаться, ну в этом нет никакого смысла. Ну да, согласен. Напоследок еще вот какой все-таки хотел небольшой вопрос, такой уточняющий задать. Если вдруг, потому что мы, люди русские, любим перестраховываться, всегда стараемся заложить хоть 0,1% на какой-нибудь вдруг. Если вдруг произойдет какая-то неловкая ситуация, связанная опять-таки с произведением работы, если это заметят наши жители города, могут ли они каким-то образом взаимодействовать с контролирующими структурами? Куда они могут обращаться? Конечно. Поинтересоваться там может быть на что-то, если вдруг кому-то захочется пожаловаться, не дай бог. Вы же прекрасно понимаете, у нас есть несколько способов взаимодействия жителей, в том числе и администрации. Ну есть аварийная служба водоканала, к примеру, да, 220-28-38, знаменитый номер. Есть диспетчерская, единое диспетчерское слово города, 112. Есть такие же службы в округах. Есть дежурный телефон департамента городского хозяйства. Мы всегда на связи и стараемся с людьми отрабатывать все, как вы выразились, неловкие моменты. Это действительно возможно. Ну, жизнь есть жизнь. Никуда мы от этого не денемся. Люди звонят постоянно, люди интересуются. Это бывает, люди возмущаются. Не без того. Ну, стараемся вопросы решать. Но в любом случае у них есть какая-то обратная связь, и это важно. Спасибо огромное, что были сегодня в нашей студии. Я искренне желаю, чтобы максимально в обозначенные сроки все было реализовано, потому что действительно работа серьезная. Опять-таки, повторюсь, я как житель юбилейного, буду сам пристальным образом следить за тем, как все это дело происходит. Вам успехов, и уже будем ждать вас в нашей студии с итогами, скажем так, о том, как все прошло, как все произошло. Спасибо. Успехов вам. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго.